После работы я забрал ребёнка из Яселя, мама уже 94, в 11 микрорайоне. И по приезду домой мы его переодевали, обнаружили следы по поводу. Ребёнку два с половиной года. Мы сразу же позвонили воспитателю, просили, не била ли она ребёнка. Она стала отрицать, в конце концов она сказала, что да, я ударил на ребёнка, потому что во время тихого часа он покакался, решил слить с кровати, проснулся и испачкал пусты. Из-за этого она разозлилась, забрала ребёнка в отдельную комнату и сбила. Об этом сообщила нянечка, что ребёнок, когда проснулся, воспитатель забрала его. Это подсобное помещение, где никого не было. После этого у нас ребёнок кричал, плакал и долгое время не успокнулся. Директор нас позвал на встречу, сообщил, что он позвал воспитателя. На следующий день директор принял заявление об увольнении по собственному желанию. До того, как приехал директор, мы решили обратиться в ближайшее отделение, кстати, в милицию, это ГОМ-3. По итогам всех работ мы неоднократно обращались к следователю. Он просил объяснить, как происходит процедура, будет ли судебное дело. Судмедэксперт, если правильно понял, написал, что было нанесено лёгкие телесные обувистили. Он сказал, что он соберёт все материалы, проведёт допрос воспитателя и передаст дело в суд. С момента написания заявления в течение месяца она пыталась связаться с нами, предлагала взятку, написать встречное заявление. Неоднократно другие воспитатели сообщали, что уволенный человек появляется на территории, приходит к детям. Спустя какое-то время, несколько недель, следователь перестал отвечать на звонки, на сообщения мессенджеров. Последний раз он в агрессивной форме ответил, что даже если будет судебное дело, мы не будем принимать участие и мы не можем, не имеем права знакомиться с итогами всего этого дела.